Если у ребенка забрать игрушку, он будет плакать и кричать. А получив игрушку обратно, он забросит ее в угол и забудет о ней. Так иногда бывает и у взрослых. Давай, Володечка, я жду. Пока-пока. Да, Света Радибога, извини, это мой чокнутый звонил сотрудник. Юлия Скобина, 32 года. Начальник отдела по связям с общественностью рекламного агентства. Слушай, Свет, у меня опять вторая линия. Да, да, все, давай, давай, целую. Да, алло, Виталий Борисович, здравствуйте. Эскизы, да, готовы, в полном объеме. Виталий. Михаил Чутких, 32 года, гражданский муж Юлии, фотограф, работает в модном журнале. Я с вами общаюсь, да. Давид. Миш, это вообще-то я ошибаюсь. Юль. Очень важно на самом деле. Извини, что отвлекаю. Дело в том, что нам с тобой нужно расстаться. Я повстречал девушку, на которой собираюсь жениться. Миш, что ты несешь? Теперь продолжай. Еще раз извини, что отвлекаю тебя от дел. Подожди, Миш, ты серьезно? Абсолютно серьезно. Только не делай вид, что тебя это очень сильно волнует. Все, завещаем, я завтра заеду. Пока. Заявление Михаила было для Юли как гром среди ясного неба. Она действительно не понимала, что произошло. Я вообще не понимаю, какая муха его укусила. Все было хорошо. Все было замечательно. И в один прекрасный день он приходит домой, собирает свои вещи и объясняет мне, что он от меня уходит. Мало того, что он уходит, так он сообщил мне, что он женится. И, естественно, женится не на мне. Давайте разбираться. У вас в последнее время с Михаилом были конфликты? Нет. Конфликтов не было, потому что для того, чтобы были конфликты, нужно как минимум больше проводить времени вместе. Ну, может быть, как раз в этом-то и дело. Он когда-нибудь говорил вам, что ему не хватает общения с вами? Кажется, да. Говорил, но я не отнеслась к этому серьезно. И потом Мишка, он всегда презирал какие-то штампы в паспорте. А вы никогда не думали о том, чтобы выйти за него замуж? Я не думала на эту тему. Как он говорил, хорошее дело браком не назовешь. Но теперь у меня такая ситуация, что я боюсь его потерять. Я очень боюсь остаться одна. Может, для начала стоит разобраться в вашей жизни. Стоит попробовать посмотреть с другой стороны. Юля поняла, что Михаил всерьез решил уйти от нее, но никак не могла с этим смириться. Мишенька, ну, хочешь, я брошу эту проклятую работу. Мишка, слушай, раньше надо было думать. Я тебе тысячу раз говорил, что это плохо все кончится. Тебе было наплевать. Ну, только сейчас, ну, пожалуйста. Я боюсь, я что, пожалуйста. Ну, пожалуйста, Мишенька, пожалуйста. Юля, Юля, посмотри. Ну, ты была всегда такая независимая. Ну, возьми себя в руки. Я не могу. Я не могу. Ну, хочешь, я поживу, тебе еще немного. Хочу. Пойми, ты ни в чем не виновата. Ты замечательная девушка, но это я влюбился, понимаешь, как придурок. Ну, ты должна меня понять. Я понимаю, Мишенька, я все понимаю. Только, пожалуйста, ну, поживи здесь. Еще пока я превоспоряюсь, если, что я одна. Мир, хорошо, хорошо. Все, я сказал все. Так тебя люблю, Миш. Юля хотела доказать Михаилу, что готова измениться ради него. Что-то ты рана сегодня. Обычно раньше десяти не появляешься. Привет, Мишенчик. Привет. А я отпросилась с работы, чтобы с тобой побыть напоследок. Что, готовить научилась, что ли? Мишка, во мне столько скрытых способностей, ты даже себе представить не можешь. Слушай, я купила обалденное вено к рыбе. Будешь? Давай не откажусь. Давай, мой хороший, садись. Юля решила, во что бы то ни стало, соблазнить сегодня Михаила. Слушай, мне, по-моему, лучше переехать. Ты испугался, Мишка, что я буду тебя соблазнять? Да. Не дождешься? Я просто хотела спросить твоего авторитетного мнения. Идет мне этот наряд или нет? Да, ну и перед кем ты собираешься вот в этом вот красоваться? А я, Мишечка, теперь женщина свободная. И докладывать тебе ничего не обязана. В общем, меня это не касается. я спать. Миша, а ужин? Да, алло, привет. Все нормально, не переживай. Все, через полчаса было, да. Да, выхожу. Все, пока. Ты меня с ней познакомишь? Зачем? Чисто женское любопытство. Хочу посмотреть на свою преемницу. Не знаю, может быть, как-нибудь потом. Может быть. Мы же с тобой взрослые люди. Слушай, у меня есть потрясающая идея. Давай ты возьмешь свою невесту, и я тоже буду не одна, и мы сходим в какой-нибудь ресторанчик. Посидим, пообщаемся, познакомимся. Юля решила сменить тактику. Сделать вид, что она готова отпустить Михаила. Знаешь, сколько ей лет? Двадцать один. Ты с ней счастлив? Вот зачем эти вопросы? Ну, Мишка, ну я хочу с тобой остаться друзьями. И я хочу, чтобы ты знал, что, чтобы в этой жизни не случилось, ты будешь для меня самым близким человеком. Ты для меня тоже. Значит, договорились, сегодня вечером в ресторанчике. Хорошо. Который на центральной площади. Да, ладно, действительно, все. Телефон взял? Все. Целую. До вечера. До вечера. Володя, привет, это я. Скажи, пожалуйста, мы можем с тобой увидеться в скверике около офиса через полчаса. Спасибо, я буду ждать. Юлька, привет. Привет. Прости, ради бога. У Бориса сейчас задержался. Владимир Панкратов, 41 год, начальник дизайнерского отдела сослуживец Юли. Володенька, у меня к тебе очень важное дело. Выручишь? Юлечка, для тебя все, что угодно. Ты не мог бы сегодня вечером сходить со мной в ресторан? Так, это уже интересно. Володенька, мне нужно, чтобы ты изобразил моего любовника. Мне Мишку надо разыграть. Давай, рассказывай, что случилось-то. Вот сидя, ты знаешь, он ничего не похож. Погоди, сейчас. Миша. Привет, Мишанин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Мишанин, представляй нам свою невесту. Маша, это Юля, Юля, это Маша. Ты сегодня не блещешь красноречии. Мы с вами познакомимся, правда, Маша? Да. Мария Колесникова, 21 год, выпускница пединститута, невеста Михаила. Конечно. А это Володя. Прошу любить и жаловать. Я смотрю, ты время зря не теряла. Мишанин, ну хватит из себя отелы разыгрывать. Ты собрался жениться, вот и женись. Ребят, давайте на самом деле поедим. Да. Ага, здесь шведский стол. Это то, что нам надо. Юлечка, не ходу дай. Я не буду, милый. Ну что, заедай. Когда у вас свадьба? 29-го. Так, время еще есть. Я знаю один магазинчик, у тебя будет шикарное свадебное платье. За твою свадьбу. Спасибо. Внешне все шло просто прекрасно. Юля и Маша обсуждали предстоящую свадьбу. Но Юля из последних сил сдерживалась, чтобы не разрыдаться при всех. Ой, ура, еда, наконец-то. Устрицы. Устрицы, Машуня, попробуй обязательно устрицы, они жутко вкусные. Спасибо большое. Я вот, на самом деле, никогда-никогда их еще не пробовала. Да попробуй. Чего развеешься? Вы только не пугайтесь, они во рту пищат. Как пищат? Громко, Маша. Они же практически еще дышат. Их просто полили лимоном с соком. И все, внимание. Шутят они. В общем, ладно, давайте выпьем за встречу, за дам, наших будущих и бывших. Хороший тост. Юля прожила в гражданском браке с Михаилом пять лет. Он презирал штампы в паспорте, а она не хотела принуждать его, уважая его позицию. Тем больнее стало для Юли известие о том, что Михаил собрался жениться на другой женщине. Юля решает во что бы то ни стало вернуть любимого. После нескольких неудачных попыток она предлагает Михаилу познакомить ее с невестой и остаться друзьями. Ну, видела я ее. Это просто деревенская дурочка. Ее наивность, она граничит просто с идиотизмом. Ну, согласитесь, как бы она не выглядела, вы все равно найдете у нее изъем. Нет, нет, ну, была бы она хорошей девочкой, я бы сказала. А так, ну, она серенькая мышка. В ней ни кожи, ни рожи. Она просто никакая. Ну, хорошо, она такая, какая она есть. Что вы собираетесь делать? Вы собираетесь вернуть Михаила? Да, я собираюсь Мишу вернуть. И я ему покажу, какую штучку он себе приобрел. и я ему докажу, что в тихом омуте черти водятся. Разбитую чашку не склеишь как следует. Все время будет трещина наблюдаться между вами. И восстановить в полном объеме ваши отношения практически невозможно. Ну, мне кажется, это все в теории. Мы посмотрим еще кто кого. Мишка, а ты куда? Ой, ты проснулась? Ну, я надеюсь, ты сейчас не будешь возражать против того, что я ухожу. Да и у тебя некоторые обстоятельства в жизни изменились. В общем, я не буду мешать. Мишенька, а ты мне не мешаешь. Мы с Володькой периодически встречаемся на его территории. Зачем же такие жертвы? Да, кстати, Машке я навряд ли объясню, почему я до сих пор у тебя живу. Знаешь, Миш, хочешь уходить, уходи. Поступай так, как считаешь нужно. Да, до встречи, да. Или, не знаю, созвонимся. Юля была расстроена. Все ее попытки ни к чему не привели. Михаил ушел. Ой, Маша, только ради Бога аккуратно. У меня каблуки просто проваливаются в этих штучках. Хорошо. Аккуратно. И все-таки знаешь, что ты бы, что бы ты ни говорила, платья мы тебе купили шикарное. Ты думаешь? Да я уверена, Мишке оно понравится однозначно, зная его вкусы. Мне кажется, оно странное. Нет, он будет просто в восторге. Он будет в восторге. Ну хорошо. И сейчас мы еще пройдемся по магазинчикам и купим тебе пару костюмов. Не, я не готова к этому. Почему? Совсем. Почему? Ну потому что у меня нет совсем денег на это и куда мне, собственно говоря, их носить. Некуда. Что значит некуда носить? Ну, Миша сказал, что после свадьбы я буду сидеть дома, поэтому носить мне их будет некуда и вообще я буду сидеть воспитывать детей. Плохо же ты знаешь нашего Мишенька. При таком раскладе Мишенька сбежит от тебя через полгода, максимум через год. Ну подожди, он сам меня просил об этом. Нет. Умолял. Нет, нет, нет. Вот что я тебе должна сказать. Женщина должна быть самостоятельной, независимой, самодостаточной. Женщина должна нравиться мужчинам. Это ее предназначение, а не сидеть дома. Юля, которая всегда вела себя именно так, теперь отчетливо понимала, к чему привела ее независимость. Прекрасно. платье шикарное. Ну-ка, повертись. Угу. Ну он зайдет, просто грохнется. Замечательно. Да-да, заходи, мы готовы. Привет. 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 Ну как? Юля злорадно думала, что Михаилу вряд ли понравится этот наряд. Ты выбирала? Мы вместе сошлись во мнении. Оригинально. А вот это что? Это мы с Юлей выбрали покупки мне. Мне же нечего носить после свадьбы. Угу. Извините. Да, алло. Да, я еду. Без меня не начинать. Угу. Все. Ну, знаете ли. Хорошо, ладно. Я поехал. На работу. Мне кажется, ему не понравилось. Совсем. Да ты что, шикарное платье. Ты просто Миша не знаешь. Он сухарь на комплименты. Давай-ка, раздевайся, поворачивайся и пойдем на кухню пить чай. Юль, скажи, а почему вы расстались с Мишей? Ну, как тебе сказать? Наверное, потому что мы с ним слишком похожи. Оба эгоисты, оба трудоголики. Ну, ты такая потрясающая женщина. Я не понимаю, как можно было тебя бросить. Сегодня вечер комплиментов. Наверное, потому что полюбил тебя, поэтому оставил меня. А если на меня бросят? Ну, будешь себя правильно вести, не бросит. Правильно это как? Как? Ну, прежде всего, ты должна поставить ему условие бросить эту проклятую работу. Потому что не делай ему же на том мужику возиться с модельками. Ну, я ему доверяю. Ну, доверяю, но проверяю. Знаешь, такую пословицу. Ты должна поставить вопрос ребром. Ребром это как? Ну, ребром это старый избитый метод. Говоришь, что или я, или работа. Он выберет тебя, я уверена. Юля с удивлением поняла, что ей нравится эта девочка, которую она должна была бы ненавидеть. Володь, ну, ведь можешь, когда хочешь, а? Юлечка, ради тебя все, что угодно. Я всегда говорила, что ты прелесть. Извини. Да, алло. Алло, Юль, привет. Да, Машенька, что случилось? Я поговорила с Мишей о работе. Так. Я никогда не видела его таким злым. Я не знаю, что мне делать. Машенька, не расстраивайся. Милые бронятся, только тешатся. Давай, знаешь, что мы с тобой сделаем? Мы с тобой пойдем в ночной клуб. И хорошо с тобой повеселимся, посидим, потанцуем, поболтаем. Ладно? А Мишка пусть посидит дома и помучается, куда ты пропала. Ему полезно. Хорошо? Хорошо. Давай, Маша. Хорошо, я вечером жду твоего звонка. Я перезвоню, пока. Давай, давай. Юле стало жалко девушку. Она понимала, Маша не виновата в том, что Михаил ушел от нее. Но надо было доводить задуманное до конца. Сидеть, сейчас приду. Ты куда? Сейчас, секундочку. Не уходи. Сиди, я сумочку оставлю себе. Привет. О, здорово. Слушай, ты безумно понравился моей подруге. Пригласишь, потанцевать? А где она? А, вон там брюнеточка. Хорошо. Павел Красавин, 27 лет. Так, я сейчас подойду сюда, а потом ты подойдешь. Ага. Конечно. Давай. Пьем, 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 пьем. Опа. Разрешите вас пригласить? Нет. Давай, Машка, отдыхаем, давай. Хорошо. Юле было противно от того, что она делает. Ей было мучительно жалко Машу, но она понимала, что это ее последний шанс вернуть Михаила. Алло, Миша. Привет, это я. Слушай, я здесь с твоей невестой в клубе на фестивальной. Да, она напилась до чертиков. Приезжай, я же ей не нянька. Да, я ухожу. Ну, стерва же я. Юля, я... Ну, отчего я тогда свою девушку оставил? А, представляешь, прихожу в клуб, а она с каким-то типом там в обнимку пьяная, я видеть ее не могу. Ничего страшного, со всеми бывает. Юля, прости меня. Несмотря ни на что, Юля была счастлива. Она добилась своего. Михаил снова был с ней. Миша, не надо, пожалуйста. Миша, я прошу, что я не хочу. Мишечка, ну, пожалуйста. Юля прожила с Михаилом пять лет. Задуматься о том, что они не расписаны и у них нет детей, ее заставило сообщение Михаила о женитьбе на другой женщине. Юля пытается всеми способами вернуть Михаила. Она знакомится с Машей, невестой любимого, и дает ей советы, заведомо зная, что может разозлить Михаила. Но когда Михаил перестает обращать внимание на слова, Юля решает перейти к действиям. Мы уже целую неделю с ним вместе. И сначала, честное слово, я была счастлива, я была на седьмом небе. И я не могу его простить не за то, что он мне изменил, а за то, что он сделал меня такой дрянью. Ну, положим, это был ваш выбор, не так ли? Мне действительно казалось, что я люблю этого человека. И я совершенно искренне хотела его вернуть. Почему так произошло? Ну, вы правы, разбитую чашку не склеишь. Но вы же сами этого хотели. Хотела. Вы мечтали вернуть его, как ребенок, у которого забрали игрушку, которая в сущности ему не нужна. Теперь необходимо его возвращать другой, раз вас он раздражает. Но это должно быть добровольное ваше решение. Например, вернуть деревенскую дурочку. Ну, это так даже мне придется сказать, что я посоветовала купить ей уродливое платье, что я пригласила ее в бар, что я напоила ее. Я просто боюсь за его реакцию, когда он узнает правду. Ну, и что? Когда он узнает правду, он воспылает ненавистью к вам и любовью к этой деревенской дурочке. Вот и все. Слушай, подавать рубашку. Лишь, я опаздываю, мне некогда. Ты раньше не мог сказать? Ладно, давай. Ты же знаешь, что я не умею. Учиться надо. Юля не могла больше сдерживать раздражение. Ей хотелось запустить утюгом в Михаила. Черт, я бы ее прожгла. Что это такое? Что с тобой творится, а? Дома бардак. В холодильнике одни йогурты. Ты бросаешься на меня по каждому поводу. Ты же обещала, что все будет нормально. Ничего я тебе, Миша, не обещала. Теперь Юля старалась как можно реже появляться дома. И единственной отдушиной для нее была работа. Попробуйте. Нет, мне все равно надо будет все... Сейчас, извини, у меня звонок. Миша звонит, он меня уже достал. Да. А, нет, не собираюсь, у меня работы полно. Все, давай. Опять проблемы? Проблемы. Помочь? Мне понравилось. Кстати, у тебя это неплохо получается. Ну, Юлечка, это мелочь. Я и больше могу. Да? Конечно. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. А знаешь что? А ну ее, эту работу. Пойдем-ка погуляем с тобой. Пойдем. Пойдем. Привет. Привет. Где была? Работала. С Володей. Ну, какая разница? У нас с ним совместный проект. Еще вопросы есть? Да. Нет, разговор есть. У нас с тобой ничего не получится. Угу. Дело в том, что я все понимаю. Я это все заварил. Я во всем виноват. дурак ты, Мишка, дурак. Ладно, слушай, это я выбрала ее уродливое платье, это я затащила ее в клуб, это я ее напоила. Ты что, с ума сошла? Миш, только давай кричать не будем, ладно, и так точно. Я не кричал. Я тебя презираю. Давай без высокопарных слов, а я сама себя презираю. Маша. Привет. Привет. Маша, мне нужно с тобой поговорить. Я и не оправдываться приехала. Да я и не ждала от тебя этого. Машуня, Мишка тебя очень любит. Он сейчас сидит у меня дома и рвет на себе волосы. Но вы же вместе живете. Машенька, нет, уже нет. Любит он тебя. Он очень боится, что ты не примешь его обратно. Поезжай к нему, а? Машенька, правда, поезжай, моя хорошая, поезжай. Давай. Беги, моя девочка, беги. У тебя ваза есть? Да. Вот поставь, это тебе. Спасибо. Ты за мной ухаживаешь? Как ты догадалась? У тебя в глазах бегущая строка. Да. Это от большой и чистой любви. Значит, сегодня пойдем гулять? Как скажешь, Юлечка. А я скажу. Значит, пойдем. Спасибо. Юля, главная героиня нашей истории, неслась по жизни с такой скоростью, что даже не заметила, когда они с Михаилом стали чужими людьми. Да и были ли они близкими? Ведь, как оказалось, Юля не любила Михаила. Она его просто не замечала до той поры, пока Михаил не полюбил другую женщину. Здесь уж Юля проявила все свои способности устраивать интриги. Но вовремя она прислушалась своим чувствам. И разобравшись со своими чувствами, нашла и свою любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok